Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом. Это особенно заметно по росту продаж лекарств. Со второй половины сентября увеличился спрос на противопростудные и противовирусные препараты. А в некоторых регионах страны Роспотребнадзор уже фиксировал случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям. Как обстоят дела Верхней Волжи, выяснила наша съемочная группа. Индикатором старта сезона простуд аналитики считают момент, когда продажи соответствующих препаратов начинают значительно расти. В 2019 году он зафиксирован на 35-й неделе года с 26 августа по 1 сентября. В этот период спрос на средства от вирусов вырос на 44% относительно предыдущих 7 дней, от простуды на 38%. Противовирусные препараты стали приобретать больше на 30-45%, противопростудные на 23-38%. Год назад аналогичный пик продаж наблюдался в октябре. По сведениям НИИ гриппа имени Смородинцева, на 39-й неделе уровень заболеваемости населения в целом по стране вырос и составил 66 случаев на 10 тысяч населения. Что касается Верхневожья, то в нашем регионе ситуация пока стабильная. Эпидемиологическая ситуация в области сохраняется стабильной, спокойной. За прошлую неделю эпидпороги не превышены, они ниже расчетного эпидпорога для данной календарной недели на 19,5%. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с сентября проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. На 7 октября в России привито более 30 миллионов человек, что составляет чуть более 20% от численности населения. В Тверской области на 14 октября привито более 240 тысяч человек, что составляет 43,5% от запланированного количества. Прививка позволяет защитить организм от тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидемическом сезоне. Это традиционно грипп А и грипп Б. Вакцина, которую мы используем для 16 отечественного производства, она содержит все актуальные компоненты, которые позволяют сформировать эффективный иммунитет. Особое внимание стоит уделить профилактике против гриппа. После каждой поездки в общественном транспорте по приходу домой необходимо тщательно вымыть руки. Если возможности нет, при себе рекомендуется иметь антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель. Не следует прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа. Избегайте мест скопления людей. Если вы почувствовали недомогание, первые признаки заболевания уже появились, в общественных местах используйте маску для того, чтобы исключить распространение инфекции среди людей. Если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений, в том числе опасных для жизни. Специалисты прежде всего советуют придерживаться здорового образа жизни, правильное питание, сон, физические упражнения способствуют формированию устойчивости к инфекционным заболеваниям. И тогда никакой грипп страшен не будет. Продолжение следует...